Новый High Screen Boost 3 с батареей, от ядерного реактора и динамиком от сабвуфера. 15 часов без перерыва, твою музыку будет слышать каждый. Многие художники изображают на полотне свой богатый внутренний мир мечты и фантазии, но смысл некоторых картин неизвестен всему миру и до сих пор, а многие приносят несчастье. Добро пожаловать до 5 проклятых картин, часть 2. Голландский художник Питер Брейгель, старший, писал поклонения волхвов 2 года. Деву Марию он срисовал со своей двоюродной сестры. Та была женщиной бесплодной, за что и получала постоянные тумаки от мужа. Именно она, как судачили простые средневековые нидерландцы, заразила картину. 4 раза волхвов покупали частные коллекционеры и каждый раз повторялась одна и та же история. В семье под 10-12 лет не рождались дети. Наконец, в 1637 году картину купил архитектор Якоб Ван Кампен. У него к тому времени уже было трое детей, так что проклятие его не особо пугало. Еще одна картина, которую постоянно сопровождает неприятности, является Венера с зеркалом Диего Веласкеса. Первый владелец картины испанский купец разорился. Его торговля ухудшалась с каждым днем, пока большая часть его товаров не была захвачена пираторами в море. А еще несколько кораблей утонули. Продавая с молотка все, что у него было, купец сбыл и картину. Ее приобрел другой испанец, тоже торговец, владеющий богатыми складами в порту. Практически сразу после того, как были переданы деньги за полотно, склады торговца загорелись от внезапно ударившей молнии. Хозяин был разорен и опять аукционы, опять картина продается в числе остальных вещей и опять ее покупает состоятельный испанец. Через три дня его зарезали в собственном доме при ограблении. Картина после этого долго не могла найти своего нового хозяина. Слишком уж подпорчена у нее была репутация. И полотно колесило по разным музеям, пока в 1914 году сумасшедшая не изрезала ее ножом. Хотя возможно это и к лучшему, кто знает, что могло бы приключиться с ее очередным владельцем. Демон поверженный. Картина Михаила Врубеля оказала пагубное влияние на психику и здоровье самого художника. Он никак не мог оторваться от картины, все продолжал дописывать лицо поверженного духа и менять колорит. Демон поверженный уже висел на выставке, а Врубель все приходил в зал, не обращая внимания на посетителей. Усаживался перед картиной и продолжал работать, словно одержимый. Близкие обеспокоились его состоянием и его осмотрел известный русский психиатр. Диагноз был страшен. Сухотка спинного мозга. Близкое сумасшествие и смерть. Врубеля поместили в больницу, но лечение плохо помогло и вскоре он скончался. Во времена Пушкина портрет Марии Лопухиной, написанный Владимиром Боровиковским, был одной из главных страшилок. Девушка прожила короткую и несчастливую жизнь, а после написания портрета умерла от чахотки. Ее отец Иван Толстой был известным мистиком, магистром масонской ложи. Потому и поползли слухи, что ему удалось заманить дух умершей дочери в этот портрет, и что если молодые девушки взглянут на картину, то вскоре умрут. По версии салонных сплетниц, портрет Марии погубил не меньше десяти дворянок на выдании. Водяные лилии. Пейзаж импрессиониста Клода Мане. Когда художник с друзьями отмечал окончание работы над картиной, в мастерской случился небольшой пожар. Пламя быстро залили вином и не придали этому значения. Всего месяц картина провисела в кабаре, а потом в одну ночь заведение выгорело дотла, но лилии успели спасти. Картину купил парижский меценат Оскар Шмидтс. Через год сгорел его дом. Пожар начался с кабинета, где как раз висело злополучное полотно. Но оно чудом уцелело. Еще одной жертвой пейзажа Мане стал Нью-Йоркский музей современных искусств. Сюда водяные линии перевезли в 1958 году. Через четыре месяца и здесь полыхнуло. А проклятая картина сильно обуглилась. Будьте аккуратны, выбирайте картины правильно. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok